Друзья мои, дорогие мои близнецы, родившиеся в год свиньи, простите, да, я виновата, я как-то вас упустила. Самое главное, что вы не промолчали, некоторые разочаровались, но я постараюсь это разочарование убрать. Итак, гороскоп близнецы по году свиньи на 2020 год. Начну коротко, чтобы вас долго не задерживать. Вот начало, немножко характеристику года, я думаю, что можете посмотреть вначале. Итак, начну с близнецов, которые 50-летние уже такие, знаете, взрослые девочки, мальчики. Не так много произойдет перемен в вашей жизни, будут кризисные периоды, будут взлеты, будут падения, денежки будут приходить, денежки будут уходить. Многие из вас потратят то, что накопили, несмотря на то, что вы умеете собирать, вы умеете как работать, так и где-то экономить потихонечку. Ну, начиная буквально уже с весны, я думаю, это март месяц, скорее всего, даже где-то 20, у некоторых близнецов года свиньи это будет с конца февраля, там уже начинается март. У некоторых это будет серединка марта и конец марта, поэтому, вы же понимаете, очень много различий у нас, это и дата рождения, это и время рождения, да еще и год. Все-таки я беру вот этот 12-годовой цикл, 12 плюс 12, да, это уже 24, ну и так далее, считайте. Итак, так вот, с приходом весны, а я так могу предположить, что некоторые близнецы могут и не дождаться весны, а прямо с 23 февраля, как пойдет, да? Ну, дай бог, то есть потянет на некие такие романтические приключения, на некоторые такие похождения, то есть вам надоест уже сидеть дома, у вас появятся друзья, можете попадать в какие-то курьезные и не совсем приятные ситуации, но чего не сделаешь ради какого-то удовольствия, тем более, что сейчас в наше время настолько стертые рамки, что коль уже свинья пойдет в загул, то я думаю, что-то как-то вы опаздываете, мои хорошие, вроде как пора уже и остепениться. Но середина лета будет посвящена тоже бурному веселью, то есть вы будете отдыхать, некоторые поедут куда-то, возможно, за границу будут там отдыхать. Что касается работы, конечно же, будут проблемы, и прежде всего будут проблемы, знаете, какого характера? Психологического. Вам все время кажется, что вас недооценивают, вам мешают, у вас кто-то вечно путается под ногами, не все работают так, как вам хочется, оно будет продолжаться только несколько в таком, знаете, вы уже на некоторые проблемы просто потихонечку начнете опускать руки, ну и ладно, что мне больше всех надо, но не знаю, дорогие мои, не берусь судить, не берусь указывать, решать каждому индивидуально. Сентябрь, то есть начало осени 2020 года для близнецов, рожденных в год свиньи, много будет знакомств, понимаете, начнется несколько другая жизнь. Вот этот период весна, лето, это такой будет какой-то шурум-бурум, непонятно, что делать, куда идти, и на работе не нравится, и деньги уходят, и вроде как рассчитывали на какое-то движение, а оно не получается, я хочу сказать только одно, следите за своим мыслительным процессом, потому что вы склонны сгущать краски, поэтому гоните, приходит какая-то мысль, что где-то кто-то вам мешает, отгоняйте ее, отправляйте ее, пусть она приносит вам решение вот этой проблемы, поверьте, она уйдет и может не прийти, а может и прийти, поверьте, может и принести какое-то решение проблемы. Что касается людей, рожденных уже ближе к 40, то я бы сказала, надо подождать, надо подэкономить, надо успокоиться, возможно, где-то просто оставить так, как есть, не жить на широкую ногу, особенно некоторые привыкли, несмотря на этот экономический кризис, как-то у вас все вот получалось, у вас хватало денег на все. Я опасаюсь, что если вы займетесь именно каким-то бизнесом, вы можете вступить куда-то в какую-то долю бизнеса, куда-то вас будут приглашать, вы можете прогореть, поэтому если вы не прогорите, то вы просто-напросто можете стать, знаете, таким вот козлом отпущения или же трудягой, который будет все время смотреть, работать, вот, знаете, вот такой вот сторож на одном месте, конечно же, я бы не рекомендовала, конечно, надо здесь опять же смотреть каждого индивидуально, поэтому если у кого-то есть жена, пожалуйста, напишите, потому что на год прогноз стоит недорого, 25 условных единиц по курсу, ну там плюс-минус, если 19, там где-то, по-моему, 30, ну, Россия 1800, Белоруссия 80 рублей, ну и так далее. Если дисгармоничные какие-то отношения появятся благодаря урану, который пройдет через ваш знак, через ваш год, я думаю, что именно уран, вот, знаете, вот он придет и вдруг ни с того ни с сего спутает все карты, потому что уран или же вселенная считает, что вы еще не созрели или же, не то, что не созрели, вы хотите, вы можете, и вроде как бы условия будут позволять, но вы, это не ваше, вы должны еще выждать. Еще не пришел тот бизнес или то направление, и, в общем-то, может быть, денег не хватает, а может быть, вам вселенная что-то даст такое, что и не надо будет особо затрачиваться, поэтому, ну, посидите немножечко, вот эта вот, вот эта неразбериха, она уйдет, и все будет хорошо. Тридцатилетние близнецы, родившиеся в год свиньи, ну, я хочу сказать, что ничего нового у вас не предвидится. Лето, середина лета, вообще для знака близнецов свиньи, особенно середина лета, вы будете все отдыхать, вам будет комфортно, вы будете ощущать некий прилив энергии, потому что именно ваш знак, вот, по вашему году будет, знаете как, такое впечатление, что придет какой-то аспект, остановится в вашем знаке и скажет, да, ну его, давай отдыхать, все же хорошо, и вы поднимете голову, посмотрите, а действительно, жизнь прекрасна и удивительна, и люди не такие страшные, и на работе вроде как бы все хорошо, поэтому я бы не рекомендовала, конечно же, куда-то уходить, что-то менять, вкладываться в какие-то деньги, кому-то повезет, но если мы возьмем 10 человек со знаком близнец свинья 2 выиграет, ну, я не думаю, что 8 к 2 стоит рисковать, но это ваш выбор, энергия, энтузиазм, вот это вот все, конечно же, будет влиять на ваше восприятие внешнего мира, вам захочется что-то свое, вам захочется что-то создавать, можно ли будет вас удержать, я не думаю, те, вы знаете, есть судьба, и, как говорится, мимо ее не пройдешь, и коль вы попадете в какую-то ситуацию, значит, это некий такой урок, который вы должны извлечь из своей жизни, возможно, что-то где-то не так, возможно, вы идете не той дорогой. Друзья мои, дорогие мои, близнецы, родившиеся в год свиньи, это ваш прогноз, ничего как бы такого плохого нет, но единственное, что надо, просто прожить этот год, прожить его весело, прожить его спокойно, прожить его, скажем так, с открытым, наверное, взглядом в сторону социума, то есть внешнего мира, не закрывайтесь, у вас все будет хорошо. Удачи!